Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как получить качественный сортовой материал черной и красной смородины путем осеннего черенкования. Это поможет сэкономить вам и время, и средства, и получить хороший урожай уже буквально через год-два после посадки. Итак, осень – это лучшее время для осеннего черенкования смородины одревеснейшими черенками. Именно сейчас можно нарезать однолетний прирост и посадить его на специально подготовленные грядочки, и уже следующей осенью посадить их на постоянное место жительства. Либо прямо сейчас подготовить место для будущего куста и посадить черенки туда, где будут они оставаться всю свою жизнь. Таким образом вы, кстати, не только экономите время, но и сохраняете, можно сказать, здоровье. Растение не испытывает стресс от пересадки, оно сразу вырастает там, где нужно. Итак, как правильно зачеренковать смородину? Во-первых, мы должны правильно выбрать черенки. Для черенкования подходят не все побеги, только хорошо вызревшие однолетние приросты. Они имеют обычно более светлую, гладкую кору и хорошо развитые почки. Классический однолетний прирост. Это прирост уже двух-трехлетнего возраста. Он нам не годится. Видите, у однолетнего прироста кора светлая и гладкая. Черенки нарезаем только со здоровых кустов, без повреждения почковым клещом, без повреждения галлицей и обязательно высокоурожайных. Дело в том, что это гарантия того, что куст не заражен вирусной реверсией. Для черенкования вырезаем однолетние побеги у самой почвы и очищаем от листьев. Можно либо обрезать, либо, если они хорошо отламываются, ошмыгать. Часто верхушка бывает невызревшей, такой мягкой. Вот, видите, тогда мы ее срезаем до хорошо развитых почек. Толщина черенка оптимальная для укоренения 0,5-0,7 см. Меньше, если будут такие, черенки укореняются плохо и дают слаборазвитые растения. Очень толстые черенки укореняются слабее. Итак, у нас есть черенки. Сейчас мы будем, это большие черенки, нам такие большие не нужды, сейчас мы их будем, собственно, нарезать. Самые лучшие саженцы получаются из средней части черенка. Внизу почки слаборазвиты. Мы срезаем нижний срез, делаем прямым, на расстоянии где-то полсантиметра от почки. Длина черенка должна быть приблизительно 15-20 см. Верхний срез делаем слегка, чуть-чуть наискосок, приблизительно на 1 см выше почки. Вот у нас почечка, вот у нас секатор. Вы нарезали черенки по всем правилам. И сейчас, если вы боитесь, что куст был заражен почковым клещом, то есть вы видели там пораженные почки, а другого посадочного материала у вас именно этого сорта нет и невозможно добыть, то для обеззараживания положите, пожалуйста, ваши черенки на 15 минут в горячую воду температурой приблизительно 45 градусов. За 15 минут обычно те клещи, которые могут быть в почках, погибают. Более того, до того момента, пока вы подготовите грядку для посадки, такой череночник, маточник, можно погрузить черенки в раствор биостимуляторов, которые усиливают образование корней, делают черенки более устойчивыми к воздействиям погоды, к воздействиям различных микроорганизмов. Можно также использовать и корнеобразователи различные, типа гетерооксина, индолил масляной кислоты, корневина и так далее. Хотя черная смородина обычно укореняется очень хорошо. И процент укоренения редко бывает менее 90. Для того, чтобы посадочный материал был качественный, необходимо подготовить хорошую грядку. Должны быть выбраны все сорняки. Почва должна быть рыхлая, хорошо аэрируемая и плодородная. На один квадратный метр вносим приблизительно 10-12 килограмм перегноя, либо перепревшего навоза, либо компоста. И тщательно перекапываем. После того, как мы достали наши череночки, подготовили их к посадке, делаем посадочную траншею. Либо, если почва достаточно рыхлая, опускаем наши, погружаем наши черенки в почву, обязательно под углом близким к 45 градусам. При помещении черенков в почву обязательно смотрим за тем, чтобы выше уровня почвы было 1-2, максимум 3 почки. 3-4 почки – это для тех сортов, у которых укороченное междоузлие. И верхняя почка, которая оказывается над землей, обязательно должна смотреть вверх. Это необходимо для того, чтобы куст формировался правильно, чтобы побег, который разовьется из этой почки, рос вверх, не изогибался. Если у вас большое количество черенков, а почва довольно тяжелая, можно подготовить посадочную траншею, один склон которой обязательно должен быть скошенным, и именно под нужным нам углом в 45 градусов. Укладываем подготовленные череночки в траншею, точно так же, чтобы одна почка верхушная обязательно смотрела вверх, а над почвой было 1-2, не больше почечек. Размещаем черенки на расстоянии приблизительно 15-20 сантиметров друг от друга, не меньше, для того, чтобы растения, которые из них разовьются, не мешали друг другу и не конкурировали за питательные вещества. После того, как вы разложили ваши черенки, засыпаем траншейку обратно почвой, стараемся не сдвинуть череночки. После того, как вы засыпали, тщательно приминаем почву к черенкам. Это можно сделать и при помощи ног. После того, как вы примяли почву, поливаем наш череночник. Расход воды приблизительно 1-2 ведра, в зависимости от того, какая у вас почва, какая ее влагоемкость и давно ли были дожди, из расчета 1-2 ведра на погонный метр вашего череночника. После того, как почва впиталась, обязательно мульчируем наши посадки. Это может быть компост, это может быть торф, либо другой мульчирующий материал. Поскольку мы внесли в почву перегной, а черенки у нас еще находятся в покоящемся состоянии, они не развиваются и уйдут в зиму, вот так, как они есть, никаких подкормок проводить не требуется. А рано весной, как только почва оттает и немножко прогреется, эти черенки проснутся и начнется корнеобразование. Обычно уже к маю месяцу просыпаются почки, которые находятся над землей, и растение имеет как минимум 1-2 корешка. К осени при хорошем уходе, то есть полив подкормки и защиту от вредителей и болезней, вы будете иметь хорошие однолетние саженцы черной или красной смородины. Следует помнить, что обязательно сажаем смородину, черенки, под углом. Именно в таком случае вы получите хорошо развитый, пышный куст смородины в будущем. И запомните, чем больше почек окажется там внизу, тем более пышный куст будет на следующий год. Процветания вам и вашему саду! Ставьте лайки, смотрите наши сюжеты, задавайте вопросы и до новых встреч на канале Процветок!